Он умер! Леонардушка умер! Сейчас рост разбито! Возьми себе в руки, трепка! Ты можешь всё изменить! Встань и верши судьбы! Я сделаю игру! Храбрая лошадь Хаммер Тим Эти названия вы, если следите за моим каналом, слышите часто Я решил посвятить отдельное видео этим бесстрашным борцам с лицензией от Nintendo И начну я вот с этого сборника, выпущенного не ими И вообще никто не знает, кто его выпустил Но он содержит в себе несколько творений Хаммеров, включая уже известного нам не до порта Street Fighter И игру, о которой я хотел сегодня рассказать Титаник А я не могу! Вот романтический фильм-катастрофа Эдакий коктейль из соплей и сахара Заграбаставший себе в лапы почти 2 миллиарда долларов Какую же игру можно сделать по его мотивам? Ведь крупные западные конторы не стали делать игруху по этому фильму Тем более на давно уже мёртвую 8-битную консоль Beat Em Up! Но стоп! Я вот задумался, а для кого вообще делать игру по такому, ну скажем так, не тестостероновому фильму? Дорогой, сегодня день влюблённых Я решила подарить тебе подарок Игру на приставку А чё он розовый? Это романтическая игра по самому романтическому фильму Титаник Давай поиграем вместе Ну ладно Говорила мне мама не выходить за тебя неудачника, скотина, я ухожу Титеник Мы же понимаем авторские права и всё такое Но актёры, актёры-то те же Начнём с того, что в любой физической копии игры эта картинка отсутствует А найдена она в глубине рома путём хирургического вмешательства Хотя есть ромы, в которых присутствует не только она, но и сюжетные заставки между уровнями Сама же игра начинается так Ну что же Уши не кровоточат Глаза не слезятся от пиксельной мешанины Всё выглядит вполне прилично Титеник можно поделить на две части Первая до крушения, где вы играете за Джека А вторая после И тут под управление вам попадает Роуз Собственно, это и делает игру разнообразной Так как смысл второй части Бежать от воды Кстати, вот в этой многоигровочке Титеник разделён на две отдельные игры Сюжет с Джеком называется Хакер Не спрашивайте почему А часть Роуз Героиня, наверное С основной концепцией мы ознакомились Теперь перейдём к деталям Начнём с врагов Горничные, бросающиеся вас хрусталём И повара, желающие сделать из вас запеканку Это я ещё могу понять Ну вот старуха с ружьём И тут открывается правда то, что наши тайваньские парни умели сдирать ну просто отовсюду Пожилую даму взяли из маски для СНЕС, как и главного босса А рыб из червяка Джима Есть ещё морячки и мясники Возможно, они тоже украдены из маски Но я не нашёл следов криминала Из мелких тварей бесит крысы переростки Которые отвешивают вам конкретного леща А ещё знаете, что пополняет в этой игре жизненную энергию? Винишко и лобстеры Хотя алкоголь восполняет только часть полоски В отличии от членистоногих, которые восстанавливают всё здоровье Часть за Джека вполне себе съедобная штука А вот часть за Роуз Это то, что заставит вас Злиться Впадать в уныние Корчиться в истерике И разбить приставку Запомните Вам понадобится скотч, чтобы замотать турбокнопку прыжка Иначе вы будете Тануть, тонуть, 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 тонуть Да, проблема с водой в этом уровне реальна А ещё счётчик времени А ещё я не могу понять, как мыши так быстро научились дышать под водой Преодолев все мокрые препятствия, вы выбираетесь на палубу Где по остаткам корабля надо добраться до финального босса А вот вам и тот самый айсберг Который как бы пенетрирует остатки корабля И она как бы запрыгивает на этот большой айсберг И бежит, по всей видимости, к корме Последний босс это боль Сколько я не пытался победить его в честном бою, так и не сумел Поэтому отправляем его к Тулу и смотрим концовку Где Джек всё равно погибает Собственно, давайте на чистоту Игра не так уж и плоха, несмотря на то, что она является незавершённой Как я это узнал? Да и с короткого интервью создателя сего шедевра Знакомьтесь с легендами вашего детства Хаммер Ченг, он же Чжэн И И вот тут знаете, что интересно? А оказывается, был такой китайский пират По версии Википедии, один из самых известных пиратов 19 века Совпадение? Кстати, он отвечал не только за графическую составляющую Но и за музыку и звуки Умелец, так сказать, на все руки Итак, по словам главаря лошадей Игра разрабатывалась для Ка Шенг Которые впоследствии отказались от проекта И вот только в 2003-м конторой Абы Абы Софт A.B.A.B. Софт Была издана эта игра Хотя на остатках архива их сайта Да, такой существует В присутствующих скринах этой игры нет Но есть другая И тут начинается магия Тайванос подъебасас Не канает романтическое кино? Естественно Ну конечно, сказки-то куда интереснее Хэрис Ледженд В отличие от Титеника Картриджи, с которой мы и в глаза не видели в детстве Игруха по Гарри Поттеру у нас по рукам ходила Как я надеюсь, вы уже догадались Это хак Титеника Что же изменили? Ведь, ну не будет же Гарри шнырять по кораблю Во-первых, Роуз уже не вписывалась в концепцию Хотя, например, это могла быть Гермиона Почему бы и нет? Вот так, по их мнению, кстати, выглядит Гарри Во-вторых, локации частично перерисовали Хотя отдельные элементы все же узнаваемые Врагов также рандомно поменяли При этом оставив злые Ебангу Мышей А в главарях тут профессор Квирл Но те, кто хакнул Титеник Старались как можно сильнее разнообразить геймплей Ведь ту часть, где Роу спасается от H2O Удалили И надо было что-то придумать Вот это, например Не совсем уверен, что это волейбол Но ничего другого на ум не приходит В этом глючном куске вы перебрасываете мяч друг другу с пожилой особой Проститутки Наркоманы Плюс ко всему привидение, парящее над головой Сцука мешает Существует и версия с хаком титульного экрана Вместо Хэрис Ледженд тут красуется Та-дам Халли Поттер Еще один забавный факт Тайванцы в очередной раз продемонстрировали свою любовь к тому, чтобы что-то откуда-то спереть Вот обложка тайвандской книги Гарри Поттер и философский камень А вот титульный экран игры Ну и в конце я хотел бы показать еще один, так сказать, девайс На котором присутствует эта замечательная игра Это первое видео о последних подделках храброй лошади В ушедшем веке 8, 16, да и 32-битных консолей Титеник и Гарри Поттер это самый сок этого сборника Дальше будет хуже Так что мозольте пальцы Субтитры сделал DimaTorzok